Создают лекарственные препараты, изучают генетические особенности человека и эволюцию растений. О своих достижениях и разработках рассказали молодые ученые на образовательном форуме «Биотехнология и технологии живых систем. Большие вызовы для страны и мира», который стартовал в Академгородке. Студенты со всей страны встретились, чтобы поделиться опытом. Алена Кузина пообщалась с участниками. На таком масштабном форуме Яна Савченко, будущий медицинский биотехнолог из Москвы, впервые. За время учебы провела множество различных исследований. Свои труды представляла на Международной студенческой конференции. Сейчас изучает эволюцию компонентов, мембраны и транспорта растений. Растения сами по себе имеют различные небольшие транспортные белочки, которые берут и транспортируют сульфаты, нитраты и тому подобные вещи. Очень интересно посмотреть на них, на их эволюцию. Возможно, мы поймем, как вообще растения вышли на сушу. И, возможно, мы сможем помочь этим растениям развиваться дальше, далее их генетически модифицировать и использовать в нуждах уже человечества и сельского хозяйства, соответственно. На образовательной площадке собрались будущие ученые из 44 вузов страны. От Калининграда до Владивостока. Форум биотехнологии и технологии живых систем проходит в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». Одна из самых главных целей таких мероприятий – это образование общего комьюнити, которое будет уже взаимодействовать во взрослой жизни и проводить совместные исследования. Вместо таблетки – хорошая песня. Послушал, самочувствие и настроение улучшилось. И это не фантастика, а то, что через несколько лет станет реальностью. А пока Дмитрий Корягин, участник из Калининграда, пытается спрогнозировать популярность музыки по электрической активности мозга. Мы смотрим на то, как мозг человека реагирует на музыку. И с помощью этого мы предсказываем, будет популярная песня или не будет. А также, какие участки песни, в какой момент времени, какие эмоции вызывают у человека. Также ребята выполнят практические работы в научно-исследовательских лабораториях НГУ. Посетят мастер-классы по биоинформатике и машинному обучению в биологии. Исследователя может воспитать только исследователей. И побывав здесь в институтах, может быть, приехав сюда, они займутся наукой. Но если в стране не будет науки, то про экономику, технологии, инженерию можно просто забыть. За время форума студенты разработают совместный проект, полезный для общества, и представят его ученым. Алена Кузина, Валерий Павлов, Новости ОТС.